Так, значит, в прошлый раз мы с вами занимались многофаномными, многоколебательными электронными переходами и написали формулу общую и написали предел высокотемпературного приближения. И я обещал вам написать поражение для низкотемпературного, которое я, наверное, в тетрадке не отыскал. Выглядит оно достаточно просто. Этот предел. И вот как он выглядит. Значит, ну вы помните. Значит, я сразу пишу W. Это будет 2π делить на h. Ну вот тут вот на h квадрат и на омега среднее. Значит, когда мы рассматриваем низкотемпературный предел, то здесь я буду рассматривать действительно оптические колебания, когда есть некая действительно четкая определенная частота омега. И низкотемпературный предел обозначает только вот что. Что h омега, вот это вот, много меньше КТ, много меньше КТ. И тогда вот что получаем. Вот, значит, 2π, теперь вот это вот на i. Вот. А можно вопрос? Может, что-то наоборот? Может, для чего-нибудь намного больше, чем КТ? Низкотемпературный предел. Ну, хорошо, что за мной следите. Это правильно. Конечно. Конечно. Вот это вот, значит, i. Вот, e, r. И. Я напишу так, дельта. Ну, вообще говоря, дельта. Но дельта... Ну, хорошо, пускай будет дельта. Тогда вот это вот i, вот это вот формула, которая, то есть выражение, которое описывает, как комбинируются фононы, колебания вот в этом переходе, это будет... Давайте я что-то... Это будет такая вот вещь. i есть. e в степени минус... Значит, вот тут так вот. Я напишу. i равняется. А вот так вот. Это когда дельта больше... Когда дельта меньше нуля. Когда дельта меньше нуля, это значит, что мы... Что конечная энергия колебательной системы меньше, чем начальная. Правильно? Значит, дельта меньше нуля. И тогда будет... e в степени минус... Дельта делить на h омега. И... Ну вот, это, конечно... Дельта делить на h омега. Делить... Ну, вот поскольку это у нас есть дельта, это некое число p, вот дельта на h омега, дельта на h омега, это равняется некому числу p. Делить на p факториал. На p факториал. А здесь будет 2 e r делить на h омега в степени p. Понимаете? Вот это фактически e в степени минус p. В степени p. Вот. То есть это, вот как раз будет, когда дельта больше нуля. А вот когда дельта меньше нуля, тогда будет очень просто. Вот это все будет, вот этот будет то же самое, то же самое. Понимаете, да? А еще добавится e в степени дельта делить на kt. А, то есть это вот верхняя умножить на e в степени дельта на kt, так? Да, вот эта верхняя умножить на e в степени дельта на kt. Понятно, да? Но эта формула, ну это грубо говоря так. Ну она редко вообще бывает нужна, потому что при низкой, ну бывает конечно переходы при очень низких температурах. И когда нету других низкочастотных колебаний, понимаете? Которые могут взять на себя главную... Ведь вы всегда представьте себе, что если вы имеете фаноны звуковые, которые тоже участвуют в процессе, то такого неравенства не может быть. Потому что всегда есть энергия фанонов начинается с нуля, правильно? И при любой температуре есть часть фанонов, которые все-таки берут что-то на себя. Понимаете, да? То тогда, конечно, тогда будет более сложная формула, я сейчас не буду ею заниматься, но тогда такого неравенства быть не может. Такое неравенство возможно только для фунт-оптических фанонов. Теперь, в действительности оказывается, это вы должны четко помнить, вот эти все сложные... Да, да. Пожалуйста, не образовывайте. Да, старайтесь. Старайтесь. Да, пожалуйста. Так. Вот эту формулу большую, которую мы с вами записали в прошлый раз, вот эту общую формулу, в действительности, странным, не странным образом, но тенью я вам скажу. Вот если вы возьмете, представьте себе, что у вас работает только одно колебание, то есть вы наблюдаете фактически переход с одной модой. Тогда у вас будет вот начальная мода, вот, допустим, конечная мода, неважно. Вот вы имеете здесь какую-то заселенность начальную, здесь какую-то заселенность конечную, вы переходите либо отсюда, либо отсюда, куда-нибудь вот сюда, правильно? Либо отсюда, либо отсюда, потому что здесь заселенности соответствуют просто равновесной заселенности. Правильно? Тогда оказывается, что эту формулу, которую я записал, общую, можно получить, если вы просто запишите вот это вот ваше И, и это будет просто ПСИ, я так напишу, ПСИ от НИТ на ПСИ от НФТ, ну, понимаете, здесь от какого-то начальной координаты, а здесь от координаты КСИ плюс Берта КСИ. Правильно? Вот это смещение положения равновесия. Вот если вы возьмете вот это выражение, для нормальной асцеляторной функции, которая записана Простите, а вы у меня фигурируете в списке? Я не знаю. Я тоже не знаю. А как ваша фамилия? Фоменко. Нет, вас у меня нету. Ну, ладно. Фоменко? Да. Роман Алексеевич. Роман Алексеевич. Роман. Понятно. Хорошо. Ну вот. Так вот, если вы возьмете вот этот вот матричный элемент, просто взять, возьмете волновую функцию асцеляторную, которую, допустим, в Ландау. Возьмете вот, вот этот матричный элемент берется, но он есть, я бы уже говорил, выражу к игре в Шейне. Возведете вот это в квадрат и усредните, и усредните вот это дело по равновесию, по n и t равновесной, то есть все n и t, которые здесь будут стегулировать, то есть замените равновесными значениями. n и t равновесная равняется единице на e в степени h омега n и t на kt минус единица. Вот если вы вот это проделаете, вы получите в точности ту формулу, которую мы получили, которую мы выделили для многоэлектронных переходов. Это в действительности для многоэффономных переходов. Это в действительности то, что можно эту формулу, которую получили хитрыми способами, не получается, хитрыми способами для многоколебательной системы, она получается строго для одной моды. Это связано со свойствами осциллятора, с тем, что квадрат матричного элемента пропорционален n n i t n f t плюс какой-то k он пропорционален n плюс k квадрат матричного элемента. И благодаря вот этому выражению, благодаря вот этому свойству многоосцилляторная формула, годноосцилляторная абсолютно совпадает. то есть, грубо говоря, если бы это вот пришло в голову, допустим, тем, большим людям, которые этим занимались, то эту формулу можно было получить элементарно. Тем не менее, ну вот так, это вы должны знать. Следовательно, мы знаем, мы до сих пор с вами рассматривали в действительности, ну, вот мы говорили все время об оптическом переходе. Правильно? То есть, вот начальный терм, вот конечный терм, ну вот мы смотрели, как, каков будет оптический переход. Но в действительности, конечно, это нужно для оптики. И в оптике такого рода вещи вам обязательно нужны. Где уже вот эта формула, ну, если вы имеете, я же говорю, если будете иметь дело с большой молекулой, то эта формула абсолютно годится для большой молекулы, только надо взять некую среднюю частоту, среднюю частоту колебаний. Но главным образом эти выражения нужны для других вещей, то есть, фактически тоже для электронных переходов, но в действительности они довольно чаще всего нужны для записания вероятности переноса электрона из одного центра в другой. понимаете, да? Поезд. Я уже говорил вам, представьте себе, что вот у вас электрон находится вот этот некий центр один, некий центр другой, но я рисую значит потенциальные энергии. Вот здесь вот такая, здесь вот здесь можно считать, что потенциальная энергия равна нулю для электрона, потом некий центр другой. Эти расстояния, как правило, бывают достаточно большие. Ну, допустим, несколько десятков ангстейл. Понимаете? То есть, расстояние переноса электрона намного больше, чем характерный размер волновой функции в этом центре. Понимаете, да? Как правило, то есть, не как правило, а просто только так. То есть, вот, я здесь рисую, когда я здесь рисую уровень, это уровень электрона. Вот в этом это электронная энергия. Вот здесь какая-то, допустим, другая электронная энергия. Значит, тот электрон переносится отсюда сюда, а разница в энергиях уходит, естественно, в дельтах, уходит в колебания. Правильно? Вот я рисую вот такую схему. Это электронные координаты. А если я нарисую термы, понимаете меня, да? То термы будут такими. Вот терм и ты, а вот терм и ты. Ну, я рисую специально, потому что здесь электронная энергия начальная и выше электронной энергоконеченной. То есть термы ядерные, почему? Они вот так действительно, и здесь будет некое смещение положения равновесия, которое связано с тем, что действительно меняется электронное состояние. Понимаете? Но терм это же сдвиг положения. Ну, допустим, мы рассматриваем здесь колебания, это колебания среды. Представьте себе, что это два центра в среде. Правильно? Это будет просто колебания среды. Понимаете, да? И колебания среды, естественно, их бесконечные, ну, очень много, там, 10-23, как говорится. Но если переносится электрон, я помните, вам говорил, из одного места в другое, то смещается положение равновесия вот этих вот колебаний, фононов. И смещаются они, ну, грубо говоря, не так уж сильно, как в среднем, есть какое-то смещение. И это смещение, и влияет, вот именно это смещение дает вам, ну, ЕР, вы помните, что это энергореорганизация благодаря этому смещению вы находите и так далее. Так вот, я хочу сказать, вначале вот то, что рассматривал Пекер, Хуан Рис, они рассматривали оптические переходы. Через 6 лет после получения этих формул Маркус, слышали нам такое фамилию, да? Вот, Маркус, американский физико-химик, он рассматривал чисто классическую задачу, о переходе электрона в полярной среде, о переносе электрона в полярной среде. Ну, что такое в полярной среде? Ну, представьте себе, что вы рассматриваете электролиз, вы знаете, что такое электролиз, да? Ну, вот, электроны, там, ионы движутся, там, между двумя электродами, там, положительные ионы, допустим, это, там, амод, это катод, они, катод, это амод, они движутся, соответствующим образом отрицательный положительный катод так вот но что происходит на границе вот здесь вас происходит вот что вот отходит йон положительный допустим которого и тогда происходит что электрон прыгает отсюда электрон из электрода правильно прыгает на йон и он прыгает вот это расстояние его прыжка это примерно вот несколько ну десяток два десятка в 3 понимаете да то есть грубо говоря йон не успеет ближе подойти потому что он движется медленно уже йон в основном движется не как пушка в электрическом как заряд в электрическом поле уже сталкивается с другими молекулами и движение диффузионные он движется медленно и вот он подойдет примерно на два десятка на стрелку и тут же электрон на него перескочит а какова вероятность того что вот как описать вероятность этого перескока как она зависит от температуры и того прочего это же как раз и есть переход электронов полярной среде раньше его не было тут вдруг появился понимаете заряд наоборот раньше был положительный заряд а потом не стало сдвинулись положение равновесие понимаете да либо вы рассматриваете тоже ну допустим вот есть положительные йоны и отрицательные йоны электрон может перескочить отрицательные положительные правильно как описывается это дело точно так же оказывается он рассмотрел это как чисто классическую задачу и мы сейчас с вами увидим что вот что мы действительно тоже когда вот мы писали высокотемпературную формулу то она была как раз чисто классическая формула я вам сейчас покажу и он получил что в действительности вероятность перехода это будет она пропорционально я не пишу все остальные коэффициенты мы написали раньше это будет е в степени вероятность перехода пропорционально е в степени как раз е-р минус дельта квадрате на 4 е-р кт и вот это вот е-р это вот это представление о том что это энергия реорганизации среды помните я говорю что она называется энергия реорганизации вот ввел маркус мы с вами видели что такое энергия реорганизации это энергия начального состояния в точке равновесия конечного правильно этого но в действительности ее можно получить эту энергию реорганизации если рассмотреть колебания среды ну понимаете вот колебания среды вот электролита полярной жидкости то вы получите вы тогда получите что вот это вот е-р записывается вот каким образом она записывается посмотрите ну единица на 8 пив квадрате это можете ладно неважно интегра вот от чего очень плохо видно плохо все хорошо значит вот это е-р так лучше равняется единица на 8 пив квадрате а здесь интеграл вот сейчас я напишу что это такое вот дельта д д д д здесь вектор д это вектор электростатической индукции вы знаете что такое электростатической индукции это эйксилл умножить на е где е это напряженность электрического рода а вектор электрической среда это из общей физики нужно это знать так вот вот это Shelby тогда это что такое скорее всего это возникает от интеграл интеграл pdr вот и значит вот какая формула вот это дельта это дельта d от r это будет эпсилон среды умножить на переносимый заряд ну занят будем считать что переносит один электрон правильно значит умножить на е и умножить на вот такую вот вещь что я сейчас пишу r минус вот это дельта r по нему интегрируем r минус r и t делить на r минус r и t в кубе и минус r минус r ft делить на r минус r ft в кубе что вот это такое вот я вот вот заряд один вот и ты вот вот от него вот я на возьму какую-то произвольную точку r вот это вектор электрического поля правильно так он направлен в этой точке вектор электрического поля вот это r это r и t координаты начали это в действительности если взять по модуле это единицы на на r минус r в квадрате правильно это электрическое поле а это электрическое поле в этом месте от заряда f точно такой же можно вопрос да да что за е это что это экспонент где что такое заряд электрон а все понятно заряд электрона к сожалению это принято записывать это заряд электрона поэтому зависит не зависит поскольку мы берем в квадрате то ясно что это не зависит от знака переносимого заряда правильно вот то есть вот это вот в действительности эту формулу можно получить либо классически как это рассматривал маркус либо если вы рассмотрите жидкость как совокупность полярных колебаний понимаете вот все движения жидкости вот эти фаноны жидкости как совокупность полярных колебаний абсолютно правильно да делали да вот и хорошо и вот вы получаете вот такой вот вещи вы получаете вот что энергия реорганизации при переносе заряда равна как раз вот эти вот вещи то есть таким образом наша формула описывает вообще говоря но это же вот эта формула пропорционально вот этой вот величине это классическая формула почему классическая мы ее вывели когда аж омега много меньше кт правильно высокотемпературный случай а если колебания много меньше температуры то есть колебания это значит что номер характерного колебания очень большой это значит все движения ядер почти классические правильно если вы посмотрите господа слушайте внимательно теперь представьте себе вот вы рассмотрите сейчас я получше нарисую вот вы рассмотрите вот один осциллятор это же осциллятор нет вот другой осциллятор ну я нарисую очень хорошо вот теперь вот это вот у вас дельта правильно дельта вот это у вас некое смещение так который дает ер это вот ер правильно вот это вот энергия равняется ер тогда вы увидите что ер это вы пожалуйста вы видите значит возьмите осциллятор смещение какой-то чтобы было известно какой-то ер и вы увидите что ер минус дельта квадрате делить на 4 ер это будет в точности равно е а е а это вот эта вот величина энергия активации чтобы классически перевалить из одной ямы в другую в действительности надо перебраться через точку пересечения термом через через барьер понимаете да то есть таким образом в действительности классическая формула описывает ну я говорю конечно главную часть экспоненту все что предэкспонент это мы с вами вывели она там может и аж содержать и так далее но экспонента это чисто классическое понимаете да и это будет е а энергия вот эту формулу пожалуйста вы мне выведите но потому что это простая алтогра я не буду этим заниматься как заняться возьмите два осциллятора к x квадрат пополам и к x минус дельта в квадрате пополам понятно да и посмотрите как вот что вот эта формула действительности правильная то есть действительности вероятность классического перехода описывается нормальной на через на этой самой арендецесской формулы переход через энергоактивации то есть таким образом вся колебательная часть колебательная но не как говорится температурная часть я бы так сказал температурная часть в вероятности переноса электронов нами хорошо описано как при низких температурах так и при высоких правильно остается теперь одно мы сейчас переходим другой части этой же задачи описание переноса электрона многофономного переноса электрона так это пускай его останется значит вот вы имеете вот эту вот картину спрашивается обычно вы писали это раньше когда вы писали вероятность электронного перехода то у вас дубль в вероятность это было ну мы уже предполагаем что у нас сплошной спектр поэтому можем писать вероятности а сплошной спектр благодаря сплошному спектру колебаний которые участвуют в переходе правильно поэтому пишем вероятность перехода это два пи на аж а здесь сначала шел матричный элемент электронного перехода правильно там пси и т там какое-то в си фт ну а дальше тут еще были как раз вот ядерные части ну колебательные части спрашивается когда мы имели дело с оптикой вы знаете в точности что это такое это и вы это писали допустим в оптическом переходе в это дипольный момент произведения электрического поля внешнего на дипольный момент перехода правильно а теперь вы смотрите переход из одного электронного состояния в другое где никаких зависящих от времени взаимодействий нету правильно а есть только то что вот это состояние определено вот в этом потенциале правильно а это состояние определено вот в этом потенциале а переход связан с тем это переход из-за из-за взаимодействия независящего от времени и этот переход возможен в сплошном спектре правильно но у нас закон сохранения энергии должен выполняться какой здесь вы поставить как написать вот эту матричный элемент электронного перехода понимаете вот это стоит вопрос и он как лица ну сейчас мы посмотрим как он решается смотрите если вы квантовую механику уже прошли или еще проходит уже сдали ну значит вы ее знаете очень хорошо уже забыли да я к сожалению ничего сейчас помните вы наверное рассматривали квантовой механики теорию рассеяния было дело ведь рассеяние это переход в сплошном спектре правильно да да и золотое правило Ферми описывается по теории возмущения васконке есть ни правильно и это переход из за того что состояние вашего описываются именно в золотом правиле без учета взаимодействия между ними правильно у вас начальное состояние состояние состанет сплошного спектра когда электрон вот так правильно оконечное состанет это тоже самое состояние сплошного спектра, когда электрон летит просто в другом, ну, частица летит под другим углом, правильно? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...